Друзья, снова всем привет! В этом видео я хотел бы вам показать, как отключить и включить Google Ассистент на вашем смартфоне. Итак, заходим в браузер Google, который установлен в вашем смартфоне. Вот он. Дальше, в правом верхнем углу есть ваша иконка, аватарка, нажимаем на нее. Здесь откроется меню, теперь нам нужно выбрать пункт, который называется «Настройки». Теперь в настройках мы видим, есть Google Ассистент и голосовой ввод. Вот нам нужно будет зайти в эти два меню. Изначально заходим в Google Ассистент. Теперь выбираем пункт, который называется «Воис матч». Вот он, верхний. И здесь смотрим. Значит, «Окей, Google». Чтобы обратиться к Google Ассистенту, включите экран и скажите «Окей, Google». Значит, если вам он не нужен, то ползунок в таком состоянии оставляем, чтобы он был выключен. Если «Окей, Google» вам нужен, то включаем ползунок, перемещаем его в противоположную сторону. Он засветится синим цветом, и это будет означать, что функция включена. Теперь возвращаемся обратно-назад. Теперь опускаемся на этой странице чуть ниже и находим раздел, который называется «Устройства». Вот видите, «О вас» раздел и «Устройства». Заходим в «Устройства». Теперь смотрите, здесь в этом меню отобразятся ваши устройства. Да, вот у меня лично отобразилась проводная гарнитура. У вас может отобразиться, допустим, телефон ваш там и так далее. Но, в общем, не важно. Здесь, в этих устройствах, нужно пройти в каждое устройство и кое-что сделать. Смотрите, захожу в проводную гарнитуру. И вверху, видите, в меню есть «Использовать Google Ассистент». Значит, вот здесь вот мы просто ползунок переводим в выключенное состояние, так как он мне не нужен, я его отключаю. Если он вам нужен, то, соответственно, включаем либо этот ползунок в состояние «Окей», что эта функция включена. Значит, выходим теперь обратно в меню. Сейчас позаходили в «Гугл Ассистент». А теперь нужно просто зайти в «Голосовой ввод» и кое-что просто проверить чисто для себя. Заходим в «Голосовой ввод». Дальше. Здесь, опять же, выбираем меню, которое называется «Воис матч». И просто перепроверяем, выключено ли «Окей» Google или включено. Все, в принципе, этих. Этот способ должен сработать. В принципе, его достаточно для того, чтобы отключить голосовой помощник. Но если у вас есть время, вы сейчас можете задержаться на этом канале. Сейчас я покажу, куда еще можно зайти в смартфоне, чтобы удостовериться, отключены эти функции или нет. Теперь заходим в настройки своего смартфона. Жмем шестеренку. Дальше. Здесь опускаемся чуть ниже. И выбираем, видите, расширенные настройки. Вот он, этот пункт вверху. Теперь выбираем «Язык и ввод». Дальше. Выбираем «Управление клавиатурами». И вот смотрите, здесь есть «Gboard» и «Голосовой ввод Google». Заходим сначала в настройки «Gboard». И вот смотрите, значит, здесь в настройках находим «Голосовой ввод». Если он вам не нужен, вот так вот его отключаем. Выходим обратно. Теперь в этом меню нам нужно выбрать «Голосовой ввод Google». Здесь просто вот ползуночек этот перемещаем в состояние выключенное. Если нужно включить, то перемещаем в противоположную сторону. Теперь возвращаемся в раздел «Настройки». Опять же, заходим сюда же в «Расширенные настройки». Теперь выбираем меню, которое называется «Функции кнопок». И вот здесь вот во «Функциях кнопок» есть раздел «Запуск Google Ассистента». Заходим. И вот смотрите, вы должны выбрать «Положение нет». То есть переместить вот эту птичку в «Положение нет». Вот сюда, вот внизу. То есть изначально у меня стояла она вот здесь. Но я его хочу просто отключить. Я перевожу в «Положение нет». Если у вас там, допустим, стояло возле долгое нажатие «Домой», вы просто, если хотите использовать Google Ассистент, вы можете просто выбрать вариант его активации. Мне он, допустим, не нужен, я выбрал «Нет». Ребят, ну в принципе на этом все. Информация, надеюсь, для вас понятна. Значит, для чего вообще нужен Google Ассистент? В принципе, он, допустим, мне лично, я его как бы не использую. Почему? Потому что в основном люди используют, у кого есть, допустим, машину. У меня машины нет. Ассистент можно использовать для навигации. Очень удобно. Вы, ну, при помощи голосового ввода сообщаете адрес тот или иной. И отображается эта улица. Этот адрес отображается, к примеру, да. Потом можно, допустим, узнать, какая погода сегодня при помощи голосовой команды. Какие-то новости узнать. Допустим, можно вводить смс-ки не при помощи клавиатуры пальцами. Можно просто вводить сообщение при помощи голосового ввода. Также можно набрать любого абонента, назвав его имя, которое занесено в вашей записной книге. И Google Ассистент распознает этот контакт и произведет его автоматический набор. В принципе, мне эти функции не нужны, как лично для меня, правильно? Возможно, для вас они будут нужны, и вы перед тем, как отключать их, подумаете. Возможно, вам нужен будет навигатор, либо вам интересно будет набирать сообщение при помощи голоса, либо звонить, чтобы не искать в записной книжке человека. Вы просто назвали его имя, оно отобразилось, и телефон позвонил. Поэтому думайте сами, решайте сами. В этом видео я озвучил два варианта, отключение и включение. В принципе, ничего сложного нет. Но по поводам записи этого видео послужил комментарий моего подписчика. Значит, комментарий оставлен под видеороликом. Выключается громкость сама по себе в смартфоне. Поэтому, значит, вот и записал для вас видос. Давайте откроем. Откроем этот ролик. И сейчас мы посмотрим, если вдруг вы с такой бедой столкнулись, да, ну, допустим, если ваш смартфон самостоятельно выключает звук, то есть уменьшается звук. Вот, я оставлю ссылочки на эти ролики, либо на один из них. Здесь в описании есть рекомендации. Вот пункт номер 10. Совет от подписчика под ником клиент. Значит, что он советует? Он советует следующее. Те, у кого выключается громкость при наушниках, выключите Google Ассистент. Вот, поэтому, ребят, я не знаю, как у вас там события будут развиваться с вашими смартфонами. Почему у вас происходит уменьшение, выключение звука. Вот он, как вариант. Вы можете его проверить, протестировать. Лично у меня такой проблемы не возникает. Поэтому, я просто в этом видеоролике дал все возможные рекомендации, почему такая история может происходить с вашим смартфоном. Но вы вот эти все пункты просматриваете, да, и все по пунктам делаете. То есть, все рекомендации используете. Возможно, какая-то из рекомендаций сработает. Поэтому, ребят, и сейчас задание для вас. Если вдруг у вас есть какой-то еще другой вариант, то есть, какое-то другое решение проблемы вот этой, то пунктом номер 11 будет именно ваша рекомендация. Я запишу ваш ник и запишу полностью, ну, скопирую ваш текст сообщения. Вот, поэтому, ребят, если что, то можете помочь в решении этой проблемки с выключением громкости. У меня на эту тему два видеоролика. Вот он, первый видеоролик. Звук сам по себе уменьшается, выключается в смартфоне. И второй видеоролик. Подписчик задал мне вопрос тоже по поводу выключения громкости, которая сама по себе уменьшается. На смартфоне Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Здесь также рекомендации продублированы эти все. Поэтому, ребят, если что, то не стесняйтесь, пишите свой вариант в общем решения проблемы. Если его нет в списке, я обязательно его туда внесу. А также закреплю в первом комментарии под соответствующим видеороликом. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, задаем свои вопросы. Канал по компьютерной, телефонной тематике. Если что-то произошло с вашим компьютером, ноутбуком, плашетом, мобильным телефоном, обязательно пишите, описывайте проблему. И для вас предоставлю персональный видеоответ, так как есть у меня определенные знания в этой сфере. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok